Здравствуйте, для скрепления Сраслана дадим Вам информацию. В принципе, все необходимое Вы уже услышали, получили. Ну, что же, ключи с нами. Коротко хочу Вам показать уже на личном примере. Также Сраслана в своем примере покажет. Именно, пока настраиваю, включусь. Следующий слайд. Пока настраиваю. Скажу, что в бизнесе мы уже три года. То есть до компании Reflame я работал, вернее, сотрудничество с компанией ОРЖД, на железной дороге, вообще говоря, работал на метеорологике первые два года, после чего три последующих года инженером-технологом. То есть в общей сумме я работал пять лет на железной дороге и, в принципе, рассматривал карьеру только на железной дороге. То есть, кроме цифровой для себя, больше я ничего вообще не рассматривал. Ни о бизнесе я вообще ничего не знал. Ни о новом бизнесе, ни о большом, ни об ОМЛЭ, ни более. Какой-то такой ключевой момент. Отработав первый год на железной дороге, я столкнулся с этой ситуацией. А именно, то есть получилось, что поменялся руководитель, и когда руководитель меняет, меняется. То есть, что он теперь хочет делать? У меняет команду. И такая ситуация была, что людям оставалось буквально от трех до пяти лет от пенсии, находили причины и поверняли. То есть даже не сокращали. И был момент такой, что он понимал для себя первое, что это не стабильно, просто мне говорили ранее, ну, при помощи моего вызывания и окружения и так далее. И был очень важный этот момент, когда я увидел вот это сокращение именно своими глазами, понял, что все перспективы последующие. Проще говоря, возможно, я окажусь через какой-то перспектив на месте этих людей, так как в ее месте рабочая мне принадлежит. И о бизнесе у меня не было никаких, ну, еще раз повторюсь, никаких навыков, то есть ничего я не знал, но об этом Артур сейчас подробно уже все рассказал. Посетила у меня такая идея открыться, чтобы даже с четким пониманием работать на работе и параллельно еще какое-то свое традиционное дело вести и открывать, и с каким-то образом все это успевает. Понимание это пришло за счет того, что не увидят для себя стабильность, и в дальнейшем данное именно развитие на железной дороге. И так как я четко понимал, что требуется угрожение, то есть это минимум миллион, в моем случае это надо было миллион шестьсот тысяч рублей, для того, чтобы просто открыть свой штаммонтаж. То есть и в дальнейшем, опять же, еще последующие все вытекающие минусы. Но об этом я сейчас уже, ребят, задерживаться не буду. Идем очень подробно вот это все поясним, то есть здесь разницы между мной и ним у нас как бы никаких нет. Вот. И в дальнейшем, то есть смотрите, ребят, что он хотел именно показать, да, то есть не похвастаться перед вами в том случае, а именно показать вам ваши результаты, да, то есть для понимания новых партнеров, для понимания уже партнеров дневного, именно понимание, то есть к чему вообще стоит идти. То есть смотрите, первый, проще говоря, на работе, по-моему, я зарабатывал вот 350 тысяч рублей в течение 5 лет. Либо чуть больше, либо чуть меньше. То есть рисунной разницы никакой не было, да. То есть в бизнесе, ну, об этом уже проговорили, там, что либо плюс, либо минус. То есть не забывает от статистики, что из 95, вернее, из 100%, 95% в течение 5 лет закрываются, и входит с минусом, да, с большим, то есть с кредитами и со всем остальным. И считают это уже нормальным, то есть их плачут и дальше, так сказать, для отца, да, своей жизнью. То есть и непосредственно, в частности, в частности, компания Airflame. Момент ключевойства, первый наш доход был 690 рублей. Тут, ребят, на самом деле, такая отсечка происходит, когда человек в данном бизнесе, да, начинает зарабатывать первые деньги, походят в месяц или два, и у него в сумме всего полторы тысячи рублей, да, 690 рублей, или вообще по какой-то причине, да, еще дохода нету. И тут такая определенная отсечка происходит у людей, которые не поняли, зачем они это все делают. То есть какого рода отсечка? Я, допустим, в бизнесе уже два месяца, да, что активно делаю, обращаясь, заработал всего полторы тысячи рублей. И все, и здесь, как бы, либо человек входит, да, по той причине, что я не понял, что дальше кому-то может быть либо, наоборот, человек понимает, самое главное, вот это, чтобы видение было на перспективу, что будет в результате. В общем говоря, в совокупности от компании Airflame за первый год развития бизнеса мы с супругой заработали 461 тысячу рублей. Это за четырнадцатый год, то есть за пятнадцатый год, за пятнадцатый год, то есть красный, почему выиграл работу, ну, уже, вернее, я уже уволился практически, я этих зарплат не зарабатываю, они мне нужны, уволился я в январе 2015 года, и именно вот хотел, ребята, помнить такой момент, кто думает, как я могу совмещать работу и развивать правильный бизнес, да, то есть я, ну, по даже случае индивидуально, но я советую увольняться тогда, когда у вас есть уже непосредственные доходы, да, то есть у вас уже есть финансовая подушка безопасности, и успевать укладываться в то время, ну, развитие бизнеса, которое у вас есть, да, свободное время от работы, проще говоря. Вот, то есть, чтобы не путались, проясню, так же ничего бы не сменилось, да, то есть соотношение с работой по граммам держит триста пятьдесят тысяч, вы говорите, чуть больше, чуть меньше. По поводу бизнеса здесь уже вывод отличательный, да, его плюсы по минусам. И, по поводу традиционного бизнеса, и по поводу, то есть вот за пятнадцатый год мы заработали миллион семьсот тысяч рублей. То есть на данный момент, получается, за девять месяцев, да, можно сказать, у нас сумма чуть-чуть больше вот этой. То есть понимаете, да, как я говорю, именно на перспективу. То есть для чего это еще раз говорю, повторяясь, не пастость, да, перед вами в коем случае. Именно, понимаете, и, ребята, самое главное, вот эту информацию давайте при проведении презентации бизнеса уже с их партнером, для того, чтобы человек понял, вот, зачем, да, то есть, тщательно, да, ничего не вопроса. Зачем тебе это надо? И как ты сможешь себя реализовать? Спасибо, ребята. Привет, друзья. Будут рады. Зовут меня Розбол Турфлан. Бывшим сотрудник полиции, уволился в мае месяце. Также параллельно с полицией, так сказать, родители, пытались построить традиционный, да, бизнес, открывание СДО. Но это, ребята, чтобы, как говорится, не казалось легкости, честно скажу, денег нашел, деньги нашел, все было нормально, все осталось, то есть Антон, Дмитрий, да, Артем, спикеры, которые здесь наступали, они все знают мою ситуацию. У меня все дело окончилось, можно пожелать. То есть деньги не вернулись, сервис работал, реклама была. Да, да, вот этот вот, еще один, на минус пять минусов. То есть человек, с которым мы открывали, да, эту деятельность, автосервис, то есть мы с ним уже не были друзьями. Потому что, как Антон сказал, да, он пришел с опытом, я пришел с деньгами. Поэтому, когда случился форс-нашур, он остался без, вот тогда я остался без денег. Так вот, ну, у меня была, да, такая составляющая вторая, да, это работа в полиции. Я продолжил дальше работать. Смотрите, получилась первая волна сокращений в полиции. Чтобы там остаться, мне пришлось получить второе образование. То есть у меня сейчас два высших юридических образования. Первое – это наш Баргангульский институт Алтайский экономик и юридический. Второе – это научно-исследовательский институт в Томске государственного университета. Так вот, получается, за это за все я платил. Уезжал в Томск, учился заочно. Получается, уезжал в Томск, платил за проживание. И эти деньги, понимаете, все люди рассматривают, да, когда про какое-то образование говорят. Ни у кого, да, нет сомнений, что образование, да, в институт, в колледж вкладывать нужно. Что это в дальнейшем пригодится. Когда мы говорим про MLM-индустрию, то, в регионах детей, мы говорим, что этому надо обучаться. Все почему-то думают, что это неправильно. То есть у всех здесь все получится просто так. Ребят, здесь тоже нужно обучение. Прийдя сюда, именно в компанию Replay, у меня супруга, я заранее скажу вам, у меня супруга была уже зарегистрирована, я пришел на ее личный бренд. Потому что она, находясь дома с двумя людьми, стала зарабатывать больше меня. Так вот, тогда у меня что-то получилось, да, что-то перемнуло в голове, что-то я делаю неправильно. То есть смотрите, в полиции доход, я не скажу, что у меня был плохой. То есть я получал 41 тысячи рублей. То есть для кого-то это здесь покажется копейками, да, для кого-то это покажется большими деньгами, для кого-то это нормально. То есть в тот момент для меня это было нормально. До тех пор, пока, да, я не узнал, что можно жить лучше. Когда узнал, что можно жить лучше, да, можно покупать вещи подороже, можно отдыхать где-то за границей, у меня сразу пошли мысли, где взять эти деньги. То есть, сами понимаете, нечестно работать, чего-то последствия мне никому не хочется дать, края так не столь отдалённые. Поэтому здесь уже был выбор. Либо оставить всё как есть, либо всё-таки что-то предпринять. Когда пришла мысль что-то предпринять, вот это мне уже в голову не шло. Когда я вот этот этап своей жизни проходил, мне Дмитрий Игармин, мне Антон Долженко, мне Артём Филимонов говорил, не стоит этого, это не стоит твоих усилий, твоих вложений. При том, что он говорил, у меня магазин тут был рядом, стоянутся сервисом, он мне тогда уже говорил, что он у меня там сгорел. То есть, понимаете, мы посылки, все на шоу вы были. Я тебе предупреждал. Нет, нет, да-да, он не предупреждал. То есть, смотрите, естественно, он к этому отношению не имеет. Там всё немножко по-другому получилось. Мы не будем даваться по-дробностям. Так вот, работу другую улететь, но вы поймите, те же самые рамки. То есть, работают либо улететь с 8, либо с 9, может быть с 10, может быть до 6, может быть до 7. И раз в год, возможно, у вас будет отпуск. У меня не было отпуска 3 года. Перед тем как увольняться, мне пришлось так гулять. И то за третий год мне не дать ей. Потому что по трудовому законодательству отпуск только за 2 года денежные компенсации, ребят, не предусмотрены. В трудовом законодательстве ни выплаты за неотголенный отпуск. Это закон. Так вот, пойдем на другую работу, я уже не хотел искать. Зачем? В те же самые рамки я и сам себе начальник, я не смогу себе позволить многое. Поэтому оставался только один вариант, да? Это нет, работа нет. Значит, что? Приди к жене. Прихожу к жене и говорю, Маша, я готов. Скажи, что нужно делать, как здесь зарабатывать. Будем работать. Ну вот, ребят, я здесь. Теперь мы с Машей развиваем свой общий бизнес. Старшие директора. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ